Всем привет! Сегодня у нас на обзоре HiScreen PowerEyes EVO, господи какое длинное название, стоимость которого около 9000 рублей. Перед тем как начать обзор стоит сказать, что у меня был отдельный ролик с распаковкой данного телефона, так что если кому интересен комплект аппаратом, могут посмотреть по ссылке в описании или нажать iPlayer сверху. Тут мог бы быть стандартный скучный текст о истории компании, ее миссии и так далее, которых бы вам было бы очень скучно слушать. На самом деле главное, что нужно знать про HiScreen это российский бренд, являющийся технологическим лидером среди смартфонов невысокой ценовой категории. Команда имеет более чем 15-летний опыт в сфере мобильных устройств. Многие члены команды были среди пионеров рынка еще со времен первых разработок персональной электроники на мировом рынке. С компанией я вас немного ознакомил, теперь действительно давайте перейдем к обозреваемому аппарату. Итак, это новое видео на канале Gadgetmania, мы начинаем, поехали! Как и прочие модели линейки Power, он может дать фору другим смартфонам среди емких аккумуляторов. Он в Power S Evo на 5000 мАч. По заверениям производителя, такой запас батареи будет достаточен для автономной работы в течение 2-3 дней при интенсивной нагрузке, а если пользоваться только для звонков и смс, то в течение, подчеркиваю, 15-20 дней. Внешний вид смартфона можно назвать строгим, он будет уместно смотреться под любой тип одежды, от делового до спортивного костюмов. Корпус не маркий, отлично лежит в руке, спинка выполнена из очень приятного матового материала, похожего на софт-тач, а лицевая сторона вся покрыта стеклом. Задняя крышка съемная, под ней находится аккумулятор, как я уже говорил, на 5000 мАч. Два слота для microSIM-карт и один для microSD-карты, которая, к слову, может быть любой емкости. High Screen Power iSEO оснащен 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD, что сначала может показаться маловатым и спорным решением, но нет. Плотность пикселей составляет 294 пикселя на дюйм, что более чем хватает для комфортного использования. Также плюс данного решения то, что такой экран менее энергозатратный и ему нужно меньше ресурсов. Проще говоря, телефон работает дольше и быстрее, чем если бы это был Full HD-экран. В общем и целом, экран мне понравился. Тут хорошая цветопередача, хорошие углы обзора. Мультитач, к слову, здесь на 5 касаний, чего более чем достаточно для повседневного использования. Теперь по камере. Основная камера 8 мегапикселей и 5-мегапиксельная фронтальная. Основная камера днем при хорошем освещении, тут хороша по цветопередаче, балансу белого и детализации. В помещении, к сожалению, камере уже заметно становится сложнее. Детализация заметно падает и появляются шумы. Тут явно сказывается малый размер сенсора. Аппарат работает на чипе Mediatek MT6737 и 2 гигабайта оперативной памяти. Графика Mali-T720 под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Оболочка практически чисто Android, скажем так, Nexus-овский, что несомненно огромный плюс и очень позитивно сказывается на плавности работы аппарата и его автономности. За все время тестирования аппарат не вызвал никаких нареканий. Да, конечно, это ни в коем случае не игровое устройство, но если уж сильно хочется, то можно и поиграть в не очень требовательные игры. Отдельно еще хочется упомянуть неплохой звук в наушниках в таком ценовом сегменте. Это встречается крайне редко. Электронная музыка звучит интересно, но какая-нибудь рот-композиция суховата. Внешний же динамик вполне громкий, но не хватает звезд с неба. Не знаю, кто до сих пор смотрит на производительность смартфонов по синтетике, ну кроме Xiaomi Philo, там конечно отдельная история, но тем не менее в Antutu смартфон набирает в среднем 30 тысяч баллов. PCMark смартфон показывает 16 часов автономности. Теперь говоря о самом главном этого смартфона, о его автономности. Благодаря огромному аккумулятору с емкостью 5000 мАч, да, я подчеркнул это в третий раз, смартфон живет без проблем трое суток при приличной нагрузке. Мой Nexus 5X по автономности, конечно, и рядом не стоял. Просто чтоб вы понимали, за полчаса игры в World of Tanks, игра к славу идет очень неплохо в среднем 30 FPS на минимальной графике, смартфон разъедился всего на 8%. Проигрывание музыки смартфон спокойно, без прерыва протянет несколько дней. Подводя итоги, мое мнение таково. Данный аппарат это возрождение линейки Power у Highscreen. К слову, вот буквально только что анонсировали новые модели смартфонов. Недорогой смартфон Highscreen EZXL и его продвинутую вариацию EZXL Pro. Но о них возможно мы поговорим позже. В целом, кто когда-то уже имел дело со смартфонами данной компании, будет приятно уделены тем, что компания еще жива и у компании есть что купить, и это очень хорошо. А от себя я всячески рекомендую вам как минимум рассматривать данный аппарат к покупке. Ведь за 9000 рублей вы получаете отличный аппарат с хорошей сборкой, неплохим железом, к тому же на практически чистом андроиде. Ну вот друзья и закончился обзор данного аппарата. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Как всегда пасхалочка, кто досмотрел до этого момента, ставьте лайки и пишите об этом в комментарии, я молодец или супергерой. Все ссылки на данный аппарат будут в описании под этим видео. Конечно же мы есть во всех социальных сетях, они тоже в описании под этим видео есть чат вконтакте, он тоже в описании. А также не забываем пользоваться сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.